Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Анапа отпраздновала День города и 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Благодарности главы города и новые задачи. В администрации прошло еженедельное общегородское планерное совещание. Пока гром не грянул, анапчане позаботились о безопасности. В Анапе прошел 23-й открытый всероссийский турнир под дзюдо среди юношей и девушек, посвященный 71-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас обо всем подробнее. Не так часто теперь увидишь на улицах города ветеранов с орденами на груди возраст, болезни. Но всякий раз, когда в праздничные дни они выходят в город, анапчан переполняет чувство гордости за нашу великую победу. Сияют награды, улыбки, мундиры, драгоценные кадры видео. Ветераны в день 71-й годовщины освобождения собираются на прием от имени главы города. И каждый здесь легенда. Виктор Михайлович Мищенко, председатель Совета ветеранов села Субсех. Зоя Ивановна Исаева в 13 лет получила медаль за оборону Ленинграда, а Евгения Яковлевна Илющенко ковала победу в тылу. У участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Петрова день рождения 21 декабря, как у Сталина. А участник штурма Берлина, летчик Иван Кузьмичищенко освобождал Анапу. Николай Корнеевич Бомко в 16 лет ушел на фронт и командовал батареей «Катюш». Братья Титаренко, эти милые старички в прошлом удалые и знаменитые партизаны из партизанского отряда Иль. Да, все эти люди – герои войны и наша великая история. Анапа действительно исторически имела право быть городом воинской славы. Ведь возьмите у нас, что не улица, это герои. Герои анапчане участвовали во всех значимых битвах. Вот здесь есть, я всегда говорю, казачка у нас Софья Сынгатовна, она в 17 лет ушла на фронт, добивалась, добивалась, пока не достала военкома. Тот ее не раз отправлял домой, дочка, твое время не пришло. Ушла, интересный момент рассказывает, вот она простит меня, но она говорит, меня как-то украли, в бурку завернули и протащили. Начальник штаба посмотрел и сказал, верните назад и положите, где взяли. И вернули ее. Сегодня она здесь. Она пришла и скромно работала в пятой школе учительницей. И только когда было 30-летие Победы, и в Анапе организовали конную группу казаков, и ученики увидели ее на лошади с бурга, шашкой и все, и они ахнули, они даже не знали, что это скромная женщина, участница Великой Отечественной войны. Глава города пообещал, что в Анапе будет продолжена работа по увековечиванию памяти героев нашего города в рамках той огромной работы, что началась к 70-летию Победы, и выразил свое искреннее пожелание ветеранам. Я бы хотел пожелать сейчас, кроме того, что пообещал вам, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы 9 мая мы обязательно встретились, может быть в этом зале, может быть в другом, потому что мы учитываем пожелания председателя ветеранской организации, вас, уважаемые ветераны, но обязательно, чтобы встретились в этом же составе и чтобы поздравили друг друга с праздником Великой Отечественной войны. В Анапе проведут ревизию муниципального имущества в трех общежитиях. К этой работе привлекут несколько городских управлений и специалистов миграционной службы. На общегородском планерном совещании глава Анапы дал еще ряд поручений чиновникам и поблагодарил за ответственную работу при подготовке и проведении праздничных дней в городе-курорте. Ревизию муниципального имущества в трех общежитиях проведет межведомственная комиссия. Проверку проведут в рамках подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду. К работе привлекут специалистов миграционной службы. Об этом доложила первый заместитель мэра Анапы Светлана Яровая. У нас на Ленина в общежитии половина живет непонятно на каком основании, непонятно почему, не прописаны там, поэтому группу надо создавать, включать туда сотрудников миграционной службы, готовить под мое распоряжение, полицейский участковый должен быть, фамилия должна быть, не просто сотрудник полиции, а фамилия, и проверить по полной программе. Эти люди ни за что не платят, ни за тепло, ни за воду, ни за электроэнергию, понимаете? Поэтому там, ну, назвать даже домами это тяжело. И я уже сколько раз говорил, отдайте все это на приватизацию. В городе-курорте реализуется краевая программа по установке приборов учета, и в этой работе глава города призвал чиновников сотрудничать с представителями органов территориального самоуправления. Они досконально знают все дома, и их знания помогут предотвратить многие проблемы, связанные с установкой счетчиков. В 2015 году городской бюджет перейдет на программную основу в тестовом режиме. У вас есть время сегодня поинтересоваться у своих вышестоящих кураторов в администрации субъекта, какие программы работают на территории Краснодарского края. Хочу отметить сразу же, с чем это вызвано. Дали я терпеть такое положение? Я не собираюсь. Я уверен, что большинство из руководителей просто не владеют ситуацией, какие программы по их линиям работают на территории Краснодарского края, федеральные и краевые. Так дальше продолжаться не может. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отчиталась об итогах инвестиционного форума в Сочи, отметив эффективную работу анапчан. Наше муниципальное образование было представлено в двух павильонах. Мы представляли свои проекты в павильоне Краснодарского края и в павильоне муниципальных образований. Представляли 26 инвестиционных проектов и 32 площадки. В итоге мы подписали 12 соглашений на сумму 4 миллиарда 744 миллиона рублей. Мы вошли в пятерку лучших муниципальных образований по подготовке и по участию. Хочу поблагодарить всех, кто подготовительную работу осуществлял, всех, кто работали там. Впервые я увидел такую организованность, слаженность, четкость. Молодцы. Молодцы. Вот так все мероприятия должны готовиться. Глава города отметил, реализацию инвестиционных проектов будут контролировать на каждом этапе. Слепой застройки города не допустят. Чуть менее года назад принят генеральный план развития Анапы. Документ основополагающий, но не догма. В генплан вносят изменения с учетом особенностей города-курорта и в интересах анапчан. Такой же принцип сохранится при работе с инвесторами и застройщиками. Благодарность мэра получили все организаторы, причастные к проведению праздников в минувшие выходные. Силовики отметили, все городские массовые мероприятия прошли без происшествий и нарушений правил общественного порядка. Хочу сказать, что молодцы. Организация хорошая. Но давайте договоримся так. Это последний праздник такого масштаба, который мы проводим на этой площади. Будем проводить на стадионе. Идею приняли трибуны стадиона более вместительной, а значит на праздниках сможет побывать больше людей. Заместитель Морана Пыль Людмила Терещенко подняла вопрос о благоустройстве пляжей. Крайние меры будут применены к тем, кто не слышит требования городских властей. Нерадивых собственников, гостиницы Басодыха, эксплуатирующих пляжные территории, не вкладывая ни капли усилий в их содержание, в будущем году лишат возможности пользоваться правами аренды. Участки передадут под контроль МУПАКу. У нынешней команды есть положительный опыт работы на результат. И в завершении планерки глава города предупредил еще раз спецслужбы быть в полной готовности во время непогоды. В крае в ближайшие двое суток ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Весь состав в Анапе должен быть готов оперативно ликвидировать последствия стихии и предотвратить возможное подтопление. Позаботились о безопасности, пока гром не грянул. В буквальном смысле именно гром и сильный ветер могли стать причиной аварийной ситуации. Подробности в сюжете. Этому тополю уже три десятка лет. Старое 10-метровое дерево, растущее на территории школы, стало угрозой безопасности учеников, родителей и учителей. Из-за слабой корневой системы, даже при незначительном ветре, дерево могло упасть. Администрация школы предупредила возможные беды. Своими силами нам удалось спилить три огромных тополя. Они высотой где-то около 9-10 метров. Составили мы смету на 148 тысяч 252 рубля. Специалисты ИП Холодарева и ИП Киснера провели обрезку веток и спилили старое дерево. Для работ привлекли спецтехнику. А в ближайшее время, конечно, мы организуем субботник силами родителей, педколлектива школы, коллектива школы. Мы все это уберем, конечно, и у нас будет очень красивая, ухоженная территория. На месте спиленных деревьев скоро будет красоваться поросль молодых деревьев хвойных пород. По традиции, каждый год выпускники школы номер 21 высаживают молодые деревья на территории школы на память. И к другим темам. В Анапе прошел 23-й открытый всероссийский турнир под дзюдо среди юношей и девушек, посвященный 71-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Более 400 спортсменов из 14 регионов России, а также гости из других стран, боролись за медали и кубки соревнований. География турнира с каждым годом все шире, а статус все прочнее. Участники из Краснодарского окрая, Липецкой и Волгоградской областей, Карачаева Черкесской республики, Республики Дагестан и других регионов России, а также Азербайджана и Казахстана разыграли в Анапе комплекты медалей. Среди юношей и девушек за звание победителя турнира в различных весовых категориях боролись дзюдоисты 1998-1999 и юноши 2000-2002 годов рождения. В церемонии торжественного открытия приняли участие представитель делегации Севастополя Армен Мамулян, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Ткаченко, вице-президент Анапской федерации самбо и дзюдо, депутат ЗСК Николай Иванюшкин и другие почетные гости. Я очень хочу, чтобы и подрастающие поколения помнили эту историю и делали все свое следующее, чтобы город воинской славы Анапа развивался, развязался и слабая, ну, спортивная слава об этом городе распространялась не только у нас в России, но и в городе дом. Каким бы сильным ни был состав участников, на родном татаме анапские борцы спортсмены детской юношеской спортивной школы номер 4 без медали не остаются. В первый соревновательный день были разыграны комплекты наград в шести весовых категориях у юношей и трех у девушек. Золото турнира отправилось в Липецкую область, Азербайджан, город Туапсе, республику Адыгея. Золото в категории 46 килограмм остается в Анапе. Медаль высшей пробы завоевал воспитанник дюш номер 4 Александр Бурмистров. Сейчас Саша уже готовится представлять родной город на первенстве России по самбо. Второй раз подряд выиграл. В прошлом году тоже было очень тяжело. Уровень очень хороший, парни растут, тяжело было очень. Серебро удалось завоевать анапчанина Руслану Аскерову. Почетные третьи места – воспитанников дюш номер 4 Даниила Вайнбергера и Евгения Степанюка. Медалями и почетными грамотами наградили также тренеров-наставников тех ребят, что завоевали медали высшей пробы в рамках турнира. Среди анапчан награжден тренер-преподаватель дюш номер 4 Матвей Дурнаян. И в продолжение спортивной темы. В среду, 24 сентября, на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Анапа» встретится с командой «Краснодар-3» из краевой столицы. Игра в рамках высшей лиги открытого чемпионата Краснодарского края обещает быть жаркой и бескомпромиссной. Исход матча зависит в том числе и от поддержки болельщиков. Приходите поддержать нашу команду. Игра состоится 24 сентября в 17 часов на стадионе «Спартак». Вход свободный. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, с 23 по 25 сентября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, порывами 25-28 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. На планерном совещании глава города Сергей Сергеев поручил всем службам в условиях угрозы подтопления и шквалистого ветра быть в полной готовности. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В среду 24 сентября в Анапе малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17-19, ночью до 14 градусов тепла. Ветер западный порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.